здравствуйте коллеги традиционный вопрос слышно ли меня видно напишите пожалуйста в чат да все отлично здорово ну тогда мы можем я думаю начинать здравствуйте коллеги меня зовут вита сар я руководитель комитета по развитию устойчивого туризма я приветствую всех зрителей программы платформы profi travel которая называется знай наши про и хочу поблагодарить за приглашение провести этот эфир на тему для нас очень важную которую мы с комитетом по развитию устойчивого туризма российского союза тур индустрии двигаем с 2019 года также хочу поблагодарить гостеприимный отель омега sirius который любезно предоставил место для проведения этого эфира сейчас я в сириусе в сочи на конгрессе молодых ученых и что конечно же поддерживаю здесь тоже кстати поднимаются темы и про туризм и про развитие территории и сегодня мы об этом поговорим с одними из лучших представителей темы развития устойчивого туризма на территориях которые скоро придут к нам в гости будут нашими спикерами и так устойчивый туризм какие возможности он дает регионам я вижу что многие уже подключились и хочу вам как раз задать вопрос в чате ответьте мне пожалуйста из какого вы региона хочу с вами познакомиться и второй вопрос насколько вам вообще знакома тема устойчивого туризма каким образом вы с ней сталкивались возможно вы уже ее внедряете принципы устойчивого туризма возможно вы в самом начале в подходе к этой теме хотите прикоснуться к ней давайте мы сделаем так единичка это будет вообще ничего не знаю про нее хочу познакомиться двоечка это знаком но еще не внедряю а троечка это значит что я уже в теме и внедряю вовсю вот исходя из этого я думаю что и даже экспертом будет нашему понятно каким образом и во что подробнее вникать во время эфира пишу диплом по устойчивому туризму классно тимофей а в каком вузе ну пока единички двоечки у нас в основе своей ну коллеги будут присоединяться пожалуйста вижу присоединяться отвечайте на вопрос если можно попросить администратора эфира этот вопрос тоже вынести куда-то в закреп потому что нам это важно понимать действительно каком уровне знания тема об устойчивом туризме сегодня наши наши гости итак для того чтобы познакомиться с этой темой я бы хотела рассказать сначала о нашем комитете который действует с 2019 года в российском союзе стран индустрии о том что же уже сделано на территории страны и с какими вообще практиками мы работаем ну и конечно же очень важно сегодня поднять тему именно что дает региону внедрение принципов устойчивого туризма что же такое устойчивый туризм почему он устойчивый почему он так называется и для чего это делать как я говорю те кто владеет этой информацией у них уже есть оверскил и они впереди планеты всей потому что мне повезло я работаю как формате би ту би в комитете по развитию устойчивого туризма так и формате би ту си вот на президентской платформе россия страна возможностей в проекте икософия мы как раз изучали потребительский спрос мы как раз изучали потребительское поведение и молодого поколения и людей постарше и могу точно сказать что на это спрос есть и у людей которые пользуются туристическими услугами и запрос есть у соответственно регионов поэтому эту тему сейчас нужно внедрять важно внедрять и те кто еще в ней не в нее не нырнул это значит что вы имеете шанс отстать к сожалению так расскажу про наш комитет комитет по развитию устойчивого туризма российского союза туриндустрии он в 2020 году был создан на базе самого крупного и авторитетного туристического объединения общественного в нашей стране российский союза индустрии как я говорила ему в этом году исполняется уже 30 лет юбилей и мы скоро уже 16 декабря будем это я думаю громко отмечать читайте новости тоже попозже чуть об этом к этому вернемся что же нас на скажем так на правила для того чтобы создать такой комитет при одном из самых крупных объединений в стране профессиональных как вы знаете пандемийный период изменения в стране изменения в мире люди начали путешествовать по своей стране обратили свое внимание в глубь россии и мы увидели что территории у нас прекрасные что регионы у нас замечательные что природное наследие наше великое что и промышленность у нас есть на что посмотреть но при этом при всем есть такие скажем так недочеты и недоработки а где-то и упущение которые нужно оперативно решать так как внутренний туризм с 19 года очень активно начал развиваться про какие недочеты я говорю это и недостаток инфраструктуры в регионах с этим сейчас работаем недостаток внимания к тема экологических задач к решению экологических задач ликвидации накопленного экологического ущерба к темам социальных запросов общества все это все все эти направления как раз может решить направление устойчивого развития в нашем случае это устойчивое развитие в туризме и мы посмотрели в эту сторону обсудили это с президентом комитета по развитию устойчивого комитета с президентом РСТ на тот момент Андреем Игнатьевым и решили что такой комитет пора создавать который будет и вовлекать регионы в эту тему в эту миссию в эту вообще скажем так механику управления территориями на так и помогать разрабатывать стратегии концепции и дорожной карты по внедрению и так мы создали в 2020 году комитет и провозгласили свои миссии повысить интерес внутри страны и в мировом сообществе к россии как устойчиво развивающемуся туристическому направлению там какую цель перед собой поставили к двадцать третьему году концу двадцать третьего года в двадцати пяти процентах регионов нашей страны в четверти регионов нашей страны поддерживают чтобы поддерживали развивали устойчивый туризм конечно же когда мы ставили перед собой такую цель мы проговаривали возможность включения в стратегии региональные тему устойчивого туризма но стратегии еще не у всех у многих регионов еще не написаны у многих есть стратегии регионального развития там включен туризм как одно из направлений развития но устойчивый туризм пока включен менее чем у 15 процентов поэтому цель пока мы не выполнили но у нас еще есть целый месяц чтобы подвести итоги я думаю что татьяна рассохина супредседатель комитета по курирующие вопросы образования и исследований сегодня еще вернется поподробнее к этому вопросу и так задачи которые мы перед собой ставили вы я думаю прочитали на слайде не буду долго на них останавливаться наш комитет входит 43 члена комитета это практически все практики люди которые уже внедряют свой бизнес принципы устойчивого туризма это и отельеры это и люди которые развивают территории это и хорика ну и безусловно это научный блок вузов который 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 эту тему исследует и уже преподает то есть поколение которое скоро придет даже скажем так свежая кровь которая скоро придет заниматься управлением в туризме уже будет владеть этой информацией но так как им еще предстоит прийти рынок уже работает существует и активно развивается наша задача была есть выходить на крупные мероприятия и доносить тему а самое главное профиты которые уже есть на территориях от внедрения принципов устойчивого туризма и что мы благополучно делали с 21 года наши участники нашего комитета почти в 100 мероприятиях даже больше наверное мы просто не все такие мелкие мероприятия считаем выступали именно с темой профитов и лучшими кейсами представления лучших кейсов в 2021 году мы провели мониторинг системы управления устойчивым развитием туризма в регионах российской федерации было непросто и думаю что татьяна васильевна тоже об этом расскажет поподробнее как исследование проводилось и как на него реагировали регионы и какой результат мы получили артем я думаю что вы как раз получите ответ на свой вопрос выступление татьяна васильна рассохина она будет у нас как раз ближе к финалу нашего эфира также вместе с коллегами наш комитет пишет но вот мы его назвали учебник но на самом деле это скорее будет сборник лучших практик по внедрению устойчивого туризма потому что учебник учебники по устойчивому туризму уже есть у нас тоже есть и прописана теоретическая часть но на мой взгляд самое важное бизнесу показывать а уже имеющиеся успехи у бизнеса для того чтобы понимать каким образом перенимать практику это самый эффективный на мой взгляд способ значит комитет проводит мероприятия формы устойчивого туризма первый прошел 2020 году кстати 30 ноября то есть ровно три года назад у нас вышел первый форум устойчивого туризма вот я как-то не сопоставила эти моменты сейчас вот смотрю и радуюсь так что можете нас поздравить ровно три года назад мы начали проводить первое серьезное мероприятие тогда нас поддержал росконгресс и мы проводили его на таком серьезном международном уровне а несмотря на то что уже был пандемийный период проходили мы формате онлайн в нашем форуме приняло участие 14 стран 46 экспертов больше 2000 человек смотрела этот форум и этот эфир и сейчас еще продолжает смотреть и вот для вас здесь есть полезная информация вы можете навести телефон на qr-код в левом нижнем углу этого слайда и перейти на запись этого форума там 8 часов полезного контента международная практика устойчивого туризма и конечно же в двадцатом году была актуальна международная практика и мы на нее посмотрели 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 что во многом в россии и ментальность другая и нормативная база другая и во многом инфраструктура где-то и какие-то региональные нормативные документы еще не дотягивают до того чтобы решить эти задачи там преследовать идти к выполнению всех 17 целей например там устойчивого развития да мы поняли что в следующем году в двадцать первом году мы будем делать акценты на именно развитие устойчивого туризма в россии и в двадцать первом году на выставке интер маркет мы провели 100 второй свой форум в котором уже говорили на чем стоит туризм в россии перспективы развития устойчивого туризма и российские практики вы знаете к нашему к нашей радости даже не удивлению а к нашей радости мы нашли очень интересные кейсы очень интересные организации которые уже внедряют и сегодня из них будет две компании то есть умение рыжий слон на любовь матеевская выступать будет и оксана кочевная из азова ростовской области и вот к сожалению в этот раз архангельск нам не смог присоединиться но вот очень интересные архангельские кейсы это и кинозерии этой пенега и но сегодня еще будет один из моих самых любимых кейсов выступать кейсов организации конечно же выступают у нас люди это ирина валерьевна мельникова генеральный директор амбассадора калуга отель поэтому оставайтесь с нами до конца нашего эфира и обязательно задавайте вопросы это самое важное что и полезное что вы можете получить от эфира конечно же мы не обходимся только форумами у нас такое время когда мы можем спокойно с вами проводить образовательные различные обучающие интенсивы в онлайне поэтому мы открыли это и академию академия устойчивого туризма и проводим образовательные курсы с различными вузами это и российская международная академия туризма это и гиму это и ркутис и соответственно по итогам наших образовательных практик мы выдаем сертификаты удостоверения государственного образца в зависимости от курса это либо повышение квалификации либо переподготовка но тем не менее люди интересуются и вот за компании интересуются начинают в эту тему заходить и уже более двух тысяч специалистов сфере гостеприимства получили удостоверение о повышении квалификации в области устойчивого туризма вот кстати вот поэтому qr-коды вы можете перейти и увидеть следующие курсы но я бегу дальше и расскажу про то что же мы сделали в этом году в двадцать третьем году он был не так активен на оффлайн мероприятия наши именно комитетские но наши члены нашего комитета очень активно проводили обучение очень активно проводили и информирование внедрение и участие в написании стратегий и так далее и так далее и вот хочу поделиться там немногими но результатами на мой взгляд одним из важных результатов комитета в этом году является то что мы совместно с советом по профессиональным квалификациям в сфере гостеприимства интегрировали принципы устойчивого туризма в профессиональный стандарт образовательный специалист по формированию продвижения реализации туристического продукта это в гос номер четвертого поколения он сейчас находится на согласовании но тем не менее все уже предварительные согласования прошел осталось подписать держим пальчики чтобы это все у нас случилось и в профессиональном образовании а тема устойчивого туризма уже будет преподаваться в обязательном порядке мы открываем филиал академия устойчивого туризма на базе всероссийского экологического кампуса экоцех на байкале на байкале в городе байкальск можно будет присоединиться к нашим оффлайн курсом для того чтобы приехать и на чистой экологической интересной природной территории вот впитать всю эту тему социально-экологической и экономической ответственности бизнеса как механики управления своим своим делом своим бизнесом мы провели обучение для конкурса всероссийских мастера гостеприимства экософия также проводили вместе с проектом открываем россию заново такой практикум тоже в байкальске ребята выезжали строили тропы то есть своими руками учились создавать такую полезную для города инфраструктуру ну и чем хотим похвастаться и просим вашей поддержки я думаю что ну для нас это действительно очень важное достижение впервые в рамках премии признания выдающихся достижений в туротрасли туризма дело жизни добавили номинацию за вклад в развитие устойчивого туризма а вот справа вы видите представители которые вошли в эту номинацию это все члены нашего комитета голос к сожалению отдать уже не получится хотя мы были рады если вы участвовали в этой в этом голосовании поэтому кто бы и не победил это победа на не только нашего комитета это победа на самом деле темы устойчивого туризма это признание на мой взгляд для людей которые только входят в тему это значит что действительно тема получила признание на самом высоком уровне и значит в нее пора нырять итак но это я так немножко похвасталась комитетом как председатель считаю что это очень важно знать что это не просто тема из учебника это действительно уже живой вопрос который продвигается на уровне государства и то что вы сегодня присутствуете на этом эфире вы узнаете очень важную интересную информацию и так переходим от слов к делу друзья мои договоримся следующим образом у нас с вами эфир пройдет в следующем формате каждый спикер у нас выступит по 15 минут мы беседуем до побеседуем кто-то покажет свои презентации для того чтобы наглядно показать как работает кейс пожалуйста не молчите пишите свои вопросы если есть чем интереснее вопросы чем сложнее вопрос тем он интереснее поэтому давайте общаться по 15 минут будут выступать спикеры и по пять минут мы оставляем на вопросы поэтому присоединяйтесь к нашему эфиру обязательно все вопросы разберем ответим если у вас есть сейчас максимально хочу вообще практичный сделать и полезный эфир поэтому если есть вопрос именно по вашему кейсу задавайте не вот кейс это слово по вашей практике да по вашему делу живой вопрос пожалуйста задавайте мы обязательно к нему вернемся и ответим и так идем дальше я хочу передать первое слово оксане кочевной начальнику отдела развития туризма администрации города азов ростовской области оксана с нами тоже с первых дней мы проводили обучение в городе азове и что же нам здесь интересно нам интересен оксана добрый день добрый день добрый день окс смотрите нам интересно здесь практика мы пойдем по такой логике мы пойдем от крупного к частному да вот оксана у нас представитель все-таки региональной команды до занимается управлением туризма вот в регионе в своем городе оксана скажи пожалуйста вот что привело вообще к этой теме почему вы на нее обратили внимание возможно как вообще она принимается руководством как она принимается бизнесом в регионе какую модель внедрения вы выстроили в общем все сразу вопросы выплела это большое спасибо за приглашение надеюсь меня видно и слышно хорошо но ты каждый раз говоришь про регион это не совсем так конечно уже допустим к золу присоединяется таганрог было был опыт школы тоже гостеприимство новочеркасск тоже приезжает спрашивает то есть понемножечку как бы наша практика расширяется но сегодня что я хотела рассказать это непосредственно так сейчас я включу презентацию сразу про то как мы это сделали да собственно к устойчивому туризму мы пришли опытным путем в 2013 году был создан и пока остается единственный в ростовской области в штатном расписании в администрации прям отдел развития туризма не и туризма не там чего-то чего-то и туризма да вот только туризма и поэтому это позволило мне заниматься большей практикой и первое о чем я понимала да и собственно даже не так скажу потом я увидела что во всех наших стратегиях и в региональной большой стратегии развития ростовской области и стратегии развития нашего города любого города ростовской области глобальная цель является устойчивое развитие но когда я обращаюсь и спрашиваю у чиновников разного уровня и разного подчинения что вы понимаете под этим что для вас есть устойчивое развитие к сожалению вот так вот чтобы прям людям не ответили с пониманием даже если они говорят правильную формулировку да то вот я чувствую что душевно они не понимают о чем они это говорят собственно опять же выезжая на другие территории общаясь я вижу что люди занимаются устойчивым туризмом но нету вот этого вот в другом случае профессионального понимания поэтому то что вы делаете это очень большое дело я рада что когда-то подключилась к вам чтобы меня приняли в свое сообщество потому что это действительно на это будущее да это завтра которое наступает уже сегодня как мы будем с этим жить возвращаясь к своему скажем так проекту до которые начался еще очень давно и мы говорили туризм туризм и первое осознание о чем пришла вообще понимание такое глобальное о том что туризм это про бизнес как бы там муниципалитете что должен делать муниципалитет до очень долго и сейчас я как бы скажем так специалист по малым городам да это отдельная история от больших городов у нас немножечко по-другому работает у нас разными в этом тебе интерес оксан потому что наша задача малые города подключать и у малых городов больше даже ну возможности это сделать на малой территории показать пример развития поэтому это здорово что малые города и в малом городе как бы бизнес понятие конкуренции ну прям варварская но уже прозов я так не могу сказать и моей задачей было первое что понять что должен делать бизнес что должна была делать администрация власти да чтобы развивать туризм и когда я стала ну первое что пришло на ум да это как раз таки очень последнее время часто слышу спасибо пандемии когда мы все ушли в онлайн и я смогла с нашим бизнесом общаться ну скажем так у них появилось время на некие образовательные другие программы и у нас были такие курсы вместо границ цели гости друг другу мы ходили я перезнакомила весь бизнес для того чтобы создать какой-то турпродукт и вот здесь опять же что интересно мы все прекрасно понимаем о том что сегодня идет уже креативная экономика мы давно вышли уже из постиндустриальной экономики да и турист покупает впечатление и вот в малом городе чтобы бизнесу объяснить еще что ты должен не просто создать ну вот допустим ты приезжаешь малый город да в любой город неважно и ты едешь за аутентичным чем-то да и вот этот вот уже пресловутый салат греческий в каждом ресторане когда тебя в историческом городе подают уже как бы ему надоело поэтому не надоело это но не затем зачем едет турист и вот малом городе еще есть достаточно городов где нужно это бизнесу объяснять и вот все начиналось с того что мы разрабатывали какие-то уникальные впечатления для каждого отдельного представителя нашего альянса гостеприимства сегодня в альянс гостеприимства это такая стала это никакая не коммерческая это просто сообщество людей которые двигают индустрию туризма как бы в городе азове да и ты стала уже модным что ли вступить в альянс гостеприимства у нашего бизнеса кто новый открывается да они прям сами уже стали приходить о чем я когда-то мечтала и спрашивают что у вас а у нас есть целый набор ну допустим то что у нас сегодня да это там зона вай фай должна быть хорошая покрытие с хорошим со скоростью это детская площадка это возможность если нет запретов приема с животными до под френдли и обязательно и вот это уникальное впечатление да вот это утп чтоб у каждого было она у всех разных и здесь мы переходим уже к теме сейчас у меня вот такой слайд будет потому что нагромождено всего но я постепенно все расскажу просто мультипликация не работает и вот туризм и туристы да видим такой вектор это одна история то с чего начиналось но потом в ходе своей работы я поняла что администрация собственно вместе с бизнесом должны развивать именно гостеприимство да то есть это такие два как правая и левая рука потом конечно у нас еще подключились когда мы вроде бы поняли что надо делать для туристов что это про гостеприимство что мы должны туда вкладывать свои ресурсы менять менталитет и так далее потом мы решили что все у нас хорошо оказалось стали читать отзывы они все хорошо оказалось что мы немножко погони завал впечатления мы это тоже встречая потеряет потеряли стандарты и сервис да вот это вот прежде всего все таки в гостеприимстве в туризме нужно соблюдать вот это вот сегодня ведь простые радости они бесплатные посмотреть на заката пройти покупаться в теплом море а вот то что необходимо это нормальная хорошая кровать хорошее питание и так далее и вот когда у нас эти три вектора выстроились мы увидели вот такие еще три платформы и вот здесь то собственно устойчивое развитие и появилась как некой некий фундамент или некий стержень на который потом все стало у нас нанизываться фундаменте вот создание какого-то впечатления или вообще истории для туристов чтобы создать какие-то маркеры до губ территории зачем вообще к нам ехать естественно в основе этого лежат ресурсы и ресурсы это и природные и исторические и культурные объекты и какие-то другие может быть не входящие в реестр объектов показа но это является для наших туристов чем-то притягательным да и как не растерять то что у нас есть у нас на территории нет опыта природоохранной территории но тем не менее река дон река азовка все равно они являются такими притягательными там тоже есть маршруты вот как не испортить вот это все во время того когда мы начинаем выстраивать конкурентоспособность между друг другом и между теми территориями и регионами которые с которыми являются нашими конкурентами и вот эта разработка уникальных различных предложений для нашего туриста и явилась сохранением наших таких глобальных ресурсов да у нас допустим на дону есть автохтоны да это сорта винограда из которого делается уникальное вино там лоза еще датируется до нашей эры до времени у нас есть допустим уникальные артефакты у нас есть природа и вот как создавая вот это уникальное впечатление как в погоне за конкурентоспособностью да быть интересными не испоганить простите скажу такое слово да вот эти ресурсы которые мы имеем и мы сначала работали тоже на двух вот этих платформах конкурентоспособности ресурсы и в какой-то момент я поняла что и кстати у нас сегодня тема да и чтобы людям было хорошо да как у нас конечно что же дает устойчивое развитие да вот я поняла вот теперь уже года два я в этом живу до самый ключевой базовый смысл устойчивого развития это безопасность и качество жизни для жителей потому что по сути то что мы создаем на территории это же не только для туристов до чтобы они это же прежде всего территории по которым то чем пользуются наши жители сегодня я вот читаю многие исследования социальные опросы и туристы едут мотив просто погулять а просто погулять мы хотим чтобы было чисто красиво удобно интересно но это прежде всего же ведь для жителей еще такой момент у нас турист приезжая в территорию становится на какое-то время таким же жителем территории он пользуется этой водой я кстати вот настолько была в восторге я была в хабаровске во первых для меня было в августе месяце удивительно что там не холодно да такой разрыв шаблона да и там потрясающая вода вот прям вот если говорить о маркере хабаровской именно то это экология вот именно вода вот для меня это было вот таким открытием и я думаю ну надо же жители пользуются такой хорошей качественной водой вот и у нас ведь на обслуживание туриста как бы муниципалитет не старался там но я считаю муниципалитета правильно это провести свет качественные дороги там какие-то глобальные моменты именно инфраструктуры территории допустим вывести промышленный комплекс и сделать исторический центр чтобы всем было понятно как бы зонирование территории вот здесь мы спальный район здесь исторически здесь промышленный и мысль потеряла в общем вопрос том что вопрос безопасности и комфорта и для местных жителей и для у нас к туристу не выходит нет первое лицо да а линейный персонал если линейному персоналу жителям хорошо жить тогда он будет улыбаться и вот этот вот все эти стандарты гостеприимства все это проявится но собственно очень быстро как мы это в этом году мы придумали такой сити брейки как у нас проявилась нашего через гастрономии у нас очень много ты знаешь у нас есть винодельня где есть большие световые как это господи называется солнечная батарея да и он же теперь делится то есть когда мы передружились у них между собой стали образовываться коллаборации которые любом случае выстраиваются на устойчивом туризме и вот давай сделаем здесь акцент когда мы передружились значит у оксаны появилась практика коллаборации создания профессионального сообщества в городе азов между людьми которые создают образуют сферу гостеприимства да и оксана организовывая ряд мероприятий для них проводила обучение знакомства с друг с другом и они как вот эти бусинки уже нанизываются на веревочку и рекомендуют друг друга и и дружат и делают ну я так понимаю контрактинг какой то есть взаимодействие между ними наладилось но официальных каких-то вот таких контрактов у нас нет это все вот допустим иммерсивные экскурсии да вот у нас такой главный наш ресурс гастрономический это сбитень петровский флотский который запатентован который историю там много что есть да в этом смысл и вокруг этого там понятно что ресторан который продает это гастро ужина какие-то но потом уже дошло до фестиваля областного гастрономического и постоянные иммерсивные экскурсии которые рассказывают историю в том числе включают и тут получается что большое количество вот так холдера кто получает выгоду оказалось гораздо больше чем мы думали чем просто один музей или допустим вот мы возьмем какие-то другие уникальные продукты да допустим пиво наши да с нашими донскими раками опять же пиво имперский стаут у нас только пивоварня только у нас у нас надеюсь 18 плюс да вино из донских автохтона автохтонов да или вот азовская чиненка это наш сазан начиненный и вот вокруг этого то есть казалось бы путешествие по воде на сапах ты уже много чего не видела что у нас есть вот за эти два года и вот это все включается в эти моменты и таким образом мы не нарушая экологию я еще могу очень долго рассказывать то есть у нас ребята которые водят марш по маршрутам это у нас движение эко и все видели выгоду от сохранения природного наследия исторического событийного и так далее собственно я могу только предложить приехать на нашу донскую землю все это попробовать увидеть и пообщаться со мной лично оксана спасибо большое это практика одного небольшого города где объединился бизнес под управлением под управлением представителем муниципальной команды это вот тоже очень важно когда команда говорит на одном из когда бизнес говорит на одном языке с властью а потому что но вообще устойчивое развитие это такая дорога с двухсторонним движением вот у нас галина выложила определение до международное что такое устойчивый туризм но вот если бы я была сегодня не модератором а спикером я бы вам вывела свою основную презентацию свой курс где говорю о том что устойчивый туризм это не вид туризма устойчивый туризм это механизм а с помощью слова устойчивым становится любой вид туризма историко культурный экологический доступный и так далее гастрономический и так далее и так далее то есть устойчивость это механизм давайте немножко вот перейдем к вопросам которые у вас возникают я вот вижу да и галина пишет коллеги пишите вопросы а я пока немножко разъясню акцент на потому что у нас сегодня видели до единички двоечки то есть это люди которые либо ничего не знают про устойчивый туризм либо только к нему прикасаются вот смотрите галин все правильно вы выложили и устойчивая тема устойчивое развитие вообще действительно она провозглашена он но наш комитет немножко несет тему русифицированную и в нашем понимании устойчивый туризм это туризм который сохраняет позволяет сохранять историко-культурное наследие решать социальные задачи региона сохранять экологию но при этом делает очень важный акцент на экономическую устойчивость то есть экономика социальное развитие экология и есть еще такой четвертый аспект устойчивого развития туризма и вообще территории это вовлечение людей в в экологические и в устойчивые продукты почему потому что вот то с чего начала оксана туризм это про бизнес и наша с вами задача сделать так чтобы потребитель турист данном случае голосовал рублем да за продукт устойчивый экологически потому что очень многие бизнеса говорят так ну вот экологии это дополнительные расходы лампочка фильтр до дополнительные но когда начинаешь считать вот у нас сегодня не выступает лев шагаров это курорт красная поляна но зато выступает у нас сегодня ирина мельникова вот они говорят о том что принципы устойчивого развития устойчивого туризма в долгую это экономия даже до оптимизация расходов и экономия да галина все верно если брать тему экологического аспекта это создание дополнительных рабочих мест это вовлечение местных жителей в работу у себя на территории да для того чтобы они могли налоги соответственно платить у себя на территории можно я скажу это я читаю смотрю это больше про экологию если мы понимаем даже в психологии есть такое понятие экологичность поведение твоего клиента после того как он посетил психолога это вот это софия это же тоже философия да такая насколько понимаю да это философия об экологии и здесь тоже это экология проживания местных жителей на территории это экология если можно так сказать экономическая да то есть то как будет потом после ведь у нас некоторые территории уже в россии давайте честно скажем их мало но они есть когда они не не справляются уже с потоком туристов они не справляются с тем мусором который они привозят да то есть после того как мы воздействуем на территорию своими замечательными уникальными предложениями гостеприимства да что потом будет территории это тоже нужно понимать то есть для меня все таки экология всего в этом плане если можно сказать да я у меня есть подозрение что нужно вывести вот этот слайд который я не выводила потому что я сейчас специально отправил нашему коллеги который технически сопровождает нас эфир отправила презентацию свою обычную курса и в сокращенном виде просто покажу потому что я понимаю что многих вопросов у многих вопросы возникают именно вообще про теорию да вот я вам сейчас всем рекомендую просто сфотографировать это эти два слайда это те четыре ноги про которые мы всегда говорим да что же такое вообще устойчивое устойчивый туризм это четыре аспекта которые вы включаете в развитие своей территории отеля ресторана бизнеса да в любом направлении гостеприимства это экономическое воздействие и там у нас с вами расписано что это такое этой поддержка малого среднего предпринимательства и ведение ответственных закупок и создание рабочих мест и создание рабочих мест для местных жителей и взаимодействия с региональными органами власти и привлечение импакта инвестиций и так далее так далее это социальное воздействие это когда вы помогаете сохранять историку культурную наследие вашего территории когда вы вносите вклад межкультурное понимание терпимость своим своей деятельностью когда вы развиваете и поддерживать местные сообщества только третий аспект это экологичность да это когда вы оптимально используете природные ресурсы и когда вводите в свою работу различные экологические инструменты и как-то используйте низкоуглеродные технологии экологичные и та самая четвертая нога про которую я говорила это как раз таки создание трендов когда вы своей деятельностью вовлекаете людей в экологичный образ жизни в показываете насколько это полезно для местного сообщества да вот этот продукт сейчас как раз мы хочу передать спасибо оксан большое хочу перейти к нашему следующему спикеру это любовь матиевская люба ты с нами андрей подскажите пожалуйста любовь с нами так сейчас секундочку ага да любовь подключается вот как раз любовь сейчас покажет пример внедрения принципов устойчивого развития со стороны бизнеса туристического со стороны туроператора как это помогает развивать не только бизнес но и соответственно саму территорию и так к нам сейчас подключается любовь матиевская руководитель мастерской путешествий рыжий слон президент тюменского областного союза туриндустрии андрей подскажите пожалуйста на связи ли у нас любовь так окей давайте тогда еще минутку подождем люба у нас в тюмени сейчас находится поэтому возможно есть какие-то помехи а я пока почитаю ваши вопросы так я надеюсь ольга нам удалось ответить на вопросы про экологию ли это больше я надеюсь вы как бы поняли что это не только про экологии экология это лишь один аспект который из в котором на который надо обратить внимание но вот то о чем чем говорила оксана экологичный образ жизни это про все это вот про подходы к выбору не знаю питания одежды место размещения экскурсии и так далее и так далее то есть прежде всего это гармонизация четырех аспектов с экономика социальная политика экология и вовлечение так как вы относитесь к тому что сейчас многие исследователи выделяют технологическую составляющую в критериях устойчивого развития туристической территории прекрасно относимся к тому что появляются вообще технологические решения если вы имеете ввиду допустим онлайн экскурсии или цифровые экскурсии да которые проводятся по территории либо уточнить пожалуйста какую какую технологию какие технологии вы имеете ввиду потому что есть которые бережно относятся к территории а есть то что сейчас вот над чем как раз сегодня на конгрессе молодых ученых нам даже предстоит спорить например про внедрение искусственного интеллекта в сфере гостеприимства с точки зрения продаж с точки зрения экскурсий да это по сути но такой удаление людей друг от друга и вот здесь и как раз таки в устойчивом развитии есть в этом моменте спор так про бережный подход к себе и бизнесу стране все правильно хотелось бы услышать и цифры это же бизнес цифры сегодня будут и вот как раз о них нам должна и любовь и ирина мельникова рассказать и к цифрам федерального масштаба вернемся статья на и рассохи най внедряете ли вы инновационные туристические сервисы для гармонизации с устойчивым туризмом ну конечно же да это вот я тимофей сказала вам уточнить пожалуйста про какие технологии безусловно какие-то технологии помогают какие-то технологии вот ликвидируют от нас человеческий ресурс то есть и тупи становится все дальше и дальше так пока нет единого понятийного аппарата по туристической устойчивости хотя бы на уровне госта в плане конкретики и механизмом все знаете денис вы сейчас подняли очень важный вопрос согласно с вами и в 2021 году когда еще был ростуризм мы говорили про то что про то что нужно создавать стандарт и более того вам скажу этот стандарт создан был но так как произошли перетрубации вот ростуризм у нас передал бразды правления туризмом министерства экономики стандарт есть и наша задача сейчас его поднять и сделать так чтобы он стал общедоступным безусловно это важно но я вам скажу что понятийного аппарата единого нет но вот те с кем мы работаем сейчас после нашего обучения мы слышим что это более практика применимые инструменты даются и не какие-то возвышенные понятия о там сокращение углеродного следа подсчета углеродных единиц и так далее так далее мы говорим с вами про прикладные практики и это применимо и это эффективно и люди и бизнес это слышит и считает поэтому это работает абсолютно согласна с вами по принципу что нужен гост и как еще раз повторюсь стандарт создан он есть но пока его не приняли на уровне федеральной власти более того вам скажу что новый закон о туризме он сейчас еще в разработке и пока его нет мы руководствуемся законом номер девяносто шестого года о туризме и в него тоже есть предложение по соответственно изменениям и внедрению туда понятий устойчивый туризм так с нами любовь звучит красиво любовь здравствуй давай тогда быстро потому что мы уже бежим тайминга значит любовь матьевская как я уже представила тебя пять минут назад руководитель мастерской путешествий режисслон президент тюменского областного союза индустрии но вот через тебя хотим как раз раскрыть тему как внедряются механизмы устойчивого туризма через бизнес в регионе да с чем столкнулись поддерживает ли регион были ли сложности какие-то и какие самое главное профи то это дает и бизнесу и региону вот у нас участники как раз живо интересуются цифрами возможно вот тебе слово пожалуйста у нас с тобой 15 минут 10 на докладе 10 окей здравствуйте дорогие коллеги ну первое я практика для меня вообще что такое устойчивость немножко я такую водную часть для меня это наверное принцип жизни потому что устойчивость это как фундамент какой фундамент в доме вы построите так это дом долгое простроить и так он будет вам служить то же самое в бизнесе и так как я принимать и для меня всегда любой бизнес он должен цифроваться что касается в регионе в регионе эта повязка есть но наверное она есть определенные сложности с точки зрения ее понимания на сегодняшний день я вообще наблюдаю в бизнес сообществе наверное идет такой этап принятия и осознанности вообще в целом принципов устойчивости помимо того что у меня несколько направлений бизнеса да это туристический бизнес это наверное был первый мой шаг в котором я начала принимать принцип устойчивости что значит здесь мы занимаемся приемом в тюменской области и конкретно наша практика заключается в том что нам хочется показать регион самой лучшей стороны но сделать это нужно и хорошо и красиво но при этом же еще нужно и всем на этом заработать под каким путем мы пошли что такое регионы когда мы приезжаем что это такое это люди и соответственно мы знакомим с территорией через людей и наши эмоции они все равно дарят те люди которые нас встречают принимают рассказывать о своем обойте жизни и конечно же нам захотелось понять и какие мастера живут на территории тюмени какие люди есть и что вообще представляет наша земля и когда мы начинаем смотреть самый любимый пример это мастер деревянного зодчества это такая родовая история когда они воссоздают деревянные особняки и мы начали формировать с ними турпродукт и у нас дальнейшем даже получили мы летопись деревянного зодчества то есть создали в маршрут соответственно что мы получили мы получили а готовый продукт на котором зарабатывают туроператоры мы получили монетизировали эту историю при этом мы сохранили традиции и эту традицию мы несем в массы то есть мы закрываем социальную историю то есть вопрос мы закрываем экономическую составляющую очень важную да мы задаем определенную такую моду на то чтобы путешествовать по своему региону это модно и знать тех людей которые живут в регионе и то что эти люди это делают здесь и сейчас это тоже модно и это круто и здесь естественная работа и со школьниками и работа с корпоративными заказчиками потому что все таки формирование подрастающего поколения это очень важные моменты и формирование вообще в общей массе потому что когда человек идет он это видит он это ощущает у него есть возможность соприкоснуться через реального человека это уже вот определенный принцип устойчивости это один из примеров которые я вот рассказала непосредственно в туроператорской деятельности которые у нас очень хорошо интегрируются ну и соответственно у нас так идут и сыроварни да то есть по сути мы можем разобрать как любой туристический продукт либо упаковать его в эту историю второй принцип наверное который один из моих любимых это сейчас одно из моих хобби превратилась мою дополнительный бизнес это строительство туристических объектов и вот здесь самое интересное начинается потому что здесь мы сталкиваемся и с органами исполнительных властей мы сталкиваемся с без фондом мы сталкиваемся с муниципалитетами что важно вообще они из одним из главных принципов когда ко мне приходят инвесторы горит его мы хотим построить тур объект я говорю хорошо мы нашли землю все поехали смотреть мы едем смотреть что важно для меня как человека который создает этот проект ну первое естественно сохранить философию заказчика потому что мы строим для него дай чтобы ему было комфортно но очень важный фактор чтобы эта земля не находилась настолько далеко и рядом с ней был какой-то населенный пункт потому что мы таким образом сможем использовать очень крутой кейс с точки зрения внедрения тех людей которые живут на территории непосредственно в интегрировать их в проект давать им рабочие места мы сокращаем на перевозки это очень маловажный фактор мы повышаем уровень жизни в этом муниципалитете где отхода приглашаем к себе на работу и в целом мы повышаем уровень культурного до наследия потому что мы учимся в своих проектах как наших работников так и наших гостей отдыхать с умом и с благодарностью природе потому что даже когда мы создаем объекты для нас очень важно не спиливать деревья максимально оставлять и мы пошли вообще одном из наших проектах вот я чуть позже буквально пробегусь по презентации мы создали прошлом году тур объект практически на свалке и у нас там была проблема озеленение и кто знает строительстве покупать деревья это очень дорогое удовольствие но действительно особенно когда нет от трех метров и выше как мы пошли мы схитрили мы мы все у нас есть сообщество туристическое не просто туристическая да где мы общаемся и есть действительно объекты сейчас идет очень активное градостроительство в тюменской области где деревья просто убираются для того чтобы расчистить подплощадку и мы договорились о том что мы приедем выкопаем эти деревья затратимся на транспортировку их пересадим и таким образом соответственно мы здесь сэкономили это вот один из таких тоже примеров важных но что касается у нас есть сейчас проблема на самом деле которую я хочу очень решить тот объект который мы сейчас запускаем сегодня в телеграме ним как раз рассказывалось или было вещала с утра с площадки мы едем это недалеко тюмени это 40 минут до это муниципалитет замечательная территория но пока мы едем со своротки до нашего места у нас свалки и у нас действительно эта проблема и это проблема как экологическая так и в принципе в целом устойчивого развития территории это работа с мышлением я очень рада и благодарна видите за то что она запустила проект это софию потому что это проект про мышление и правильная осознанность наверное да и действительно это проект который открыл классных людей которые помог наверное этим людям рассказать о своих проектов на большей массы и это вот очень прям здорово и здесь конечно с властями мы начинаем разговаривать вроде бы когда ты сидишь кабинете и говоришь все друг друга понимает но мы упираемся законодательную базу и это прям такая определенная боль а меня как человека который больше практик в этой жизни и для которого должна быть оцифровка истории то есть мы сделали сколько мы с этого заработали с какой ликвидность мы привели сколько мы сохранили да то есть вот это важный момент это очень коротко не потому что тебя есть вопрос или я тогда пробегусь по презентации у нас есть вопросы в чате вопросов чате пока нет мы скоро к ним перейдем беги по презентации потому что у нас осталось ага мне включили и так давайте я ее сейчас я ее быстренько себе а можно мне помочь по листа нет я и пристаю а вот я вот с этой хочу презентации начать это как раз один из примеров которые мы запустили в прошлом году это у нас так под всегда под новый год мы запускаем новые объекты уже смеялись сегодня с коллегами прошлом году к нам пришел человек говорит я хочу строить базу пришел с определенным проектом мы приехали на территорию вот это мы видели эта территория промзоны территория бывшего завода которая была проблемна для властей муниципалитета потому что были постоянные лет в летний период пожары просто мародерство но и в общем не было ничего вообще прям понятного да что с территория делать только проблема мы проговорили человек который захотел строить он изначально хотел там делать банный комплекс мы проанализировали территорию говорим нет давай мы создавать будем семейную локацию классную там было озеро все было здорово мы начинаем работать то есть первое что мы делаем это работаем с мышлением любом случае о чем все наверное сегодня говорят да потому что пока мы это не примем и не начнем это использовать здесь и сейчас каждый день но это очень сложно принять и понять полностью меняем концепцию работы вот с местными жителями было один из самых таких наверное волшебных историй потому что изначально местные жители сопротивлялись приходили говорили это наша территория но здесь только личные встречи только осознанное с ними взаимодействие и как бы включение их процесс и когда мы уже начали приглашать их на работу создавать рабочие места показывать что из данной территории в дальнейшем появится вот такой вот туристический объект конечно же местные жители более заинтересованно включились и заинтересовались объект запускался поэтапно сейчас запущена первая очередь второй год объект работает было запущено два гриль дома с точки зрения вложения и окупаемости это один из окупаемых быстро окупаемых вообще объектов на сегодняшний день в туриндустрии и второй момент достаточно востребованный третье это у нас мы запустили дом баню мы сохранили концепцию как бы баню мы сделали больше такой банный подход и соответственно создали уже территорию чистую в которой хочется отдохнуть можно приехать с палатками можно просто отдохнуть на территории что важно важно что вопросы которые вот мы решили да я уже приводила пример по поводу озеленения как мы здесь вышли из этой истории и это действительно очень классно если вы хотите озеленить свою территорию ищите тех кто хочет вычистить другую территорию поэтому это важный момент покупка больших деревьев тоже сэкономили на этом запустили свежие грядки история грядок это классно потому что люди приезжающие не имеющие дачи они могут пополивать пополоть что-то даже посеять в определенный период такие моменты и еще очень важный момент здесь нет презентации мы делаем определенные праздники на которые мы приглашаем то есть у нас работают на этой территории горничные которые проживают же на этой территории то есть они очень близко к дому сразу могу сказать были проблемы мы выстраивали эту коммуникацию но месяцев шесть минимум потому что кто-то приходил кто-то оставался кто-то уходил но это постоянные работа с общения потому что это ведение стандартов определенных это вообще забота о территории в целом вот это важный такой наверное момент который когда ты захочешь на территорию ты должен себе поставить эту задачу определенная миссия наверное тех кто заходит на развитие территории ну и конечно же когда человек уже понимает что он может сюда прийти со своим ребенком да раз он проживает на этой территории у них вход на территорию бесплатно может прийти со своим ребенком провести качественно время то есть вот это очень важный момент который мотивирует их быть сопричастными и при этом еще зарабатывать достойную зарплату вот поэтому это один из принципов когда мы ищем земельные участки чтобы рядом была территория и мы могли интегрировать в наш бизнес процесс тех жителей которые на ней проживают соответственно то что касается сейчас сейчас есть определенный момент это вот как раз финансовые показатели которые были мы сейчас проанализировали это лето была стопроцентная загрузка сейчас собственник но то есть у нас этап на три очереди распилен собственник сейчас не успевает пока строить дополнительно объекта сейчас он пошел в строительство еще одного объекта потому что спрос превышает предложение то есть когда мы базируемся этот проект про что этот проект про то что даже на промышленной территории можно создать абсолютно устойчивый туристический бизнес на котором можно качественно зарабатывать привлекать туда дополнительные инвестиции интегрировать в работу местных жителей и соответственно еще и воспитывать тех гостей которые к вам туда приезжают но очень важно на входе открыла понимать для кого вы строите этот туристический объект это вот один из сейчас попробую загрузить да здесь мои уже данные непосредственно поэтому важность принципов устойчивости для меня быть честным самим собой наверное видеть вот в принципе очень активно общаться с теми кто живет на территории понимать как их интегрировать потому что иногда люди даже принимая принципе устойчивости в своем бизнесе не до конца осознают что они это используют вот это очень важный момент да к сожалению это есть и наша задача это донести до них да у нас очень важный момент ты сейчас озвучила друзья мои наверняка вы то что слышите тоже сидите и говорите так мы же это делаем и вот это делаем на самом деле есть такое понятие greenwashing когда когда люди пишут о том что экологично это и натуральные так далее но на самом деле это так вы мне является а вот в теме устойчивого туризма очень много наоборот очень многое делают но не придают этому ну какую-то окраску да так вот наша сейчас задача чтобы вы услышали какие-то для себя ниточки чтобы вы взяли и сплели свой соответственно красивый ковер из них своего дела так у нас есть вопрос и отвечаем на него буквально за две минуты друзьям у нас на вопросы тимофей спрашивает кто финансировал данный проект проект финансируется за счет средств инвестора и плюс было софинансирование от департамента ну от тюменской области скажем так по проектам в каком соотношении если по соотношению смотреть ну практически 80 процентов было собственных средств собственника 20 процентов софинансировала область да коллеги тут еще такой важный аспект и тема инвестирования в устойчивом туризме это вообще отдельная тема для отдельной сессии потому что импакт инвестиции это целое направление в инвестирование и достать должна вам сказать что достаточно много сейчас инвесторов которые смотрят не только на финансовый план и на финансовое обоснование но и на смыслы которые несет ваш проект и вот допустим в корпорации туризм рф если вы делаете крупные проекта она призвана поддерживать крупные строительные и инфраструктурные проекты в гостеприимстве то вы увидите на их сайте что у них тема устойчивого туризма вообще выделена в отдельный блок что они провозгласили что поддерживают только проекты с учтенными принципами устойчивого развития я смотрю тимофей пишет еще вопрос да еще потому что здесь вопрос еще по финансированию ну как бы очень многие задают этот вопрос принципе устойчивости они же в принципе у нас как бы во всем и здесь еще очень важно очень многие инвесторы сейчас смотрят не на быструю окупаемость а на социальный эффект проекта то есть это тоже один из таких вот если бита говорила про ножки да это одна из ножк социальный эффект вообще от вашего принципа потому что вот если я в начале эфира говорила об деревянном зончестве тоже тоже социальный эффект это воспитательный эффект конечно это историко культурное наследие это осмысление того что это не когда-то было восемнадцатом веке это вот живой человек который здесь и сейчас сделать это тоже вот очень очень важно это самая вторая нога устойчивого развития социально так у нас вопрос чем вы заинтересовали региональные органы просто многие смотрят именно на окупаемость и не обращают внимание на креативность проекта тем более на его устойчивость просто опять же сужу по саратовской области сейчас ответишь люк каратенечко тимофей и должна вам сказать что в саратовской области тоже есть социальные предприниматели которые ведут активную деятельность и получают поддержку от региональных органов власти правда вот я знаю проект не в туризме а в общении с детьми у вас создается такой проект который делает браслеты которые идентифицируют деток где они находятся ну то есть такое дети родители отслеживание ребенка поэтому у вас тоже есть социальная программа обратите на нее внимание посмотрите программу социального развития саратовской области и найдите в ней те пункты которым вы можете поддержать своей деятельностью люба отвечая на вопрос на самом деле уже говорила первое а это быстро экономическая составляющая бы мы закрыли для гену для муниципалитета проблемную территорию там где постоянно были пожары мародерцы и все прочее эта территория превратилась конфетку на которую люди теперь гости города и жители приходят качественно провести свое время и свой досуг тем более это как бы свалка находится на берегу озера плюс мы еще и озеро расчищаем то есть мы несем социальную значимость пользу региона мы благоустраиваем за счет денег инвесторов принципе территорию региона вот это одно из самых важных наверное экономических показатель потому что я еще раз говорю для меня как предпринимателя важны цифры потому что и плюс естественно социальная значимость а когда это складывается в совокупности мы получаем равно устойчивое развитие качественные продукты и качественные показатели финанса спасибо любовь большое мы идем дальше с нами остаются наши эксперты и если у вас останутся вопросы вы их пожалуйста пишите мы в конце эфира если останется время к ним вернемся идем дальше и переходим уже к вопросам к бизнесу отельному у нас на связи ирина мельникова генеральный директор отеля амбассадор калуга глава представительства федерации рестораторов и ательеров в калуге и калужской области ирина здравствуйте я слегка приболела вы уж простите здоровье здоровье выздоравливайте на лице красота вся такая выскочила ой нам ничего не видно для нас всегда красивые молодые и полны жизни и энергии и так ирина я уже анонсировала один из моих любимых кейсов по-русски сказать практик до отель амбассадор калуга ирина является генеральным директором тоже всегда в комитете очень активно транслирует ценности устойчивого туризма и знаете вот если начиная со спикера и оксана и вот сейчас любовь и вот и ирина услышьте очень важный момент всегда звучит тема сообщества объединение да и вот в теме устойчивого развития как раз объединение играет очень важную роль ирина слово вам речь расскажите пожалуйста про опыт внедрения принципов устойчивого туризма именно на примере отеля как бизнеса коллеги у нас интересуются цифрами очень живо если есть что рассказать расскажите и про взаимодействие с регионом вам словом всех приветствую рада буду поделиться опытом которые там мы прошли достаточно долгий мы тоже начинали все с экологии у нас было все экологично в начале мы там все знаем про переработку мусора мы там знаем про про там как этот мусор превратить в какие-то художественные объекты у нас на территории работает художественный музей мусора вот и мы но мы не эко-отель мы не про экологичность в том понимании в котором все об этом говорят да просто мы начинали устойчивое развитие свой путь именно через экологию как и и все как говорится в основном своей массе вот мы начали того что мы начали сортировать мусор начали привлекать своих гостей это делать у нас там есть специальные там контейнеры которые мы там просим чтобы они мы сами сортируем их мусор в общем-то и отдаем его на переработку и мы получили ну для меня устойчивое развитие было как финансиста получить финансовый эффект от этого и доказать что это приносит деньги вот поэтому вот за 2018 года с 2019 мы идем в этом направлении и у нас есть очень хорошие показатели финансовые мы там прорастаем в доходах там процентов на 40 до ежегодно мы там прирастаем в чистой прибыли потом на первый год первые два года мы там приросли на больше чем на тысячи процентов вот поэтому мы знаем на чем можно сэкономить и мы тоже используем там и пластиковые бутылки мы не совсем отказались от пластика но мы знаем просто куда это деть как это превратить в доход отеля и как эти деньги используют рационально для именно для наших гостей и рационально для наших сотрудников важно рассказать как все работаем в регионах и мы все знаем как очень тяжело удерживать сотрудников как очень тяжело с кадром в регионах да и при средней зарплате по регион всегда задача руководителя удержать персонал и сделать так чтобы персонал выбор выбрал наши средства размещения для того чтобы здесь работать и развиваться дальше поэтому мы все деньги которые мы зарабатываем на сортировке мусора на том что мы не можем иногда отказаться от пластиковых бутылок от пластиковой посуды силу разных обстоятельств да мы это все используем для того чтобы развивались наши сотрудники мы их обучаем они стали вместе отдыхают мы содержим футбольную команду мы вместе делаем корпоративные какие-то выезды мы вместе там готовимся каким-то праздником делаем мастер-классы это все происходит за счет средств которые мы не забираем из дохода предприятия а именно зарабатываем на этом именно сортировкой и разделением отходов для нас это очень важно мало того что мы вот эти вещи которые иногда большие там какие-то там не знаю на утиль находим мы их перерабатываем с помощью различных художников и выставляем это у себя на территории в качестве арт-объектов и это очень хорошо привлекает наших туристов когда они к нам приезжают они смотрят эти арт-объекты фотографируются с ними то есть как некая точка притяжения на нашем на нашей территории хочу рассказать могу открыть свою презентацию чтобы было понятно вот хочу рассказать что мы вообще находимся наш отель находится в технопарке и это вроде бы в черте города но не в центре города технопарке вокруг нас заводы и конечно же преимущество там конкурентное там наше преимущество было там вот именно найти это конкурентное преимущество для того чтобы развиваться в отличие от других отеля у нас и хилтон и широтон есть у нас очень большой в общем-то пул конкурентов с которыми приходилось там вот конкурировать за своего гостя за своего там человека который придет и будет пользоваться нашими услугами и мы конечно же развиваемся в четырех направлениях да наши это экология это как я и говорила это первое с чего мы начали социальное воздействие экономика и маркетинг экономика была следующим этапом когда я поняла что все что мы делать должны в устойчивом развитии должен приносить доход как я и говорила доход и прибыль неважно в чем это выражается в деньгах ли это выражается здесь и сейчас либо это в притоке каких-то постоянных гостей которые в будущем принесут эти деньги в любом случае либо это в повышении лояльности и возвратности гостей которые тоже приносят деньги да либо это продвижение нас как отеля лучшего отеля в регионе и это тоже приносит деньги то есть неважно как это все равно приходит приносит доход и вот чтобы мы не делали я вот за с 2019 года за этим наблюдаем это приносит прямо достаточно очень хороший доход и в экономии энергоресурсов которые мы тратим которые мы постоянно сотрудниками там экономим электроэнергию экономим там какие-то другие ресурсы да мы у нас очень хорошая система вентиляции у нас очень хорошая система отопления она работает только и включается только тогда когда люди заезжают номер мы экономим на этом да то есть такая история когда мы наладили все свои бизнес-процессы отстроили за это время так что все работает как часы и мы видим эту экономию там не знаю там до первые годы мы экономили до полутора миллионов на оплате за энергоресурсов то есть это такой большой потом конечно же когда мы уже поняли как это работает это уже начинается все меньше но при этом мы дошли до той точки когда экономия оплаты энергоресурсов там очень достаточно оптимальны и дает нам получать чистую прибыль больше чем мы получали до этого то есть вот вот такая история вот это наши одни из арт-объектов мы их очень много делаем вот помимо этого мы занимаемся и благотворительностью мы работаем с детьми которые остались без попечения родителей мы работаем с многодетными семьями а мы их приглашаем работать на наших мероприятиях мы эту услугу не просто в качестве волонтеров мы их ее оплачиваем мы их обучаем и у нас есть уже история когда мы там за три года обучили сотрудников которые остались без детей без попечения родителей они работают у нас в отели и прекрасно работают адаптированно у нас поэтому вот эта история мы занимаем первые места когда играет наша футбольная команда вот мы там проводим различные конкурсы и мастер-классы мы открыли в 2019 году мы начали работать как туроператоры стали возить наших гостей по калужскому региону и рассказывать про калужский регион чем он прекрасен и что здесь можно увидеть и посмотреть для этого мы не только делаем там туры до космические сельские гастрономические да мы еще и в этом году начали делать мероприятия которые раскрывают особенность нашего региона показывают всю красоту нашего региона эти мероприятия мы делаем на территории всей калужской области мы в этом году провели первый международный фестиваль космическая еда мы сделали фестиваль музыки и литературы гармонии времен который показала красоту нашего исторического города боровска во время пандемии мы создали виар-экскурсию полет над калугой потому что гости наши приезжая не могли свободно путешествовать и эту экскурсию они могли увидеть у нас не выходя из нашего отеля вот поэтому вот эти такие истории которые мы там делаем вот еще раз говорю мы экономим на энергоресурсах и мы единственный отель который первый начал продвигать калужское меню калужские продукты и мы их подаем их на завтраки мы первые начали оказывать услуги администрации области и города банкетов которые именно с калужскими блюдами из калужских продуктов мы договорились с производителями которые производят и выращивают продукты здесь и они нам дали спец скидку это около от 20 до 60 процентов мы экономим на костах которые в ресторане соответственно там больше зарабатываем и можем дешевле предоставлять эти услуги гостям то есть соответственно соотношение цена и качество да мы можем себе позволить вот такие вот истории которые еще раз говорю всегда приводят именно вот еще раз говорю все зацикливается на финансах если вот кому то интересно мы в этом году в прошлом году открыли некоммерческую организацию для того чтобы участвовать в грантах и для того чтобы больше мероприятий проводить в регионе чтобы привлекать средства поэтому вот эти вот истории мы в общем-то везде за любой как говорится все что участвуем очень активно в регионе и уже готовы выходить за рамки региона мы сейчас делаем совместные мероприятия например калуга смоленск вот у нас феврале будет мы планируем делать калуга нижний новгород то есть вот эти вот истории когда мы на межрегиональное сотрудничество уже выходим я надеюсь что в следующем году мы прямо уже активно будем работать с двумя с тремя городами в россии для того чтобы делать вот эти вот совместные проекты когда мы делаем проект в калужском регионе проект такой же в соседнем регионе у нас еще куча всяких историй мы в феврале надеюсь уже выпустим книгу которая называется путеводители со вкусом это с описанием кулинарных наших шедевров калужской кухни и исторических мест нашего региона мы хотели бы чтобы объединили именно визуальный ряд и вкусовые рецепторы чтобы вот люди гости наши которые прочитали эту книгу захотели побольше попутешествовать по калужскому региону соответственно чаще приезжали к нам в гости поэтому так мы запускаем в январе пушкинские сезоны мы будем в усадьбе гончаровых который находится в калужском регионе читать сказки пушкина вот вместе с известными актерами под музыку известных музыкантов это будет такая ноу-хау который никто еще не делал сейчас проходят у нас репетиции с актерами вот поэтому я вот приглашаю всех и мы сейчас занимаемся созданием интеллектуальной игры знать надеюсь что эта история очень долгая и я думаю что ну не в следующем году есть только в конце следующего года потому что это такой достаточно большой объем работы который нам предстоит нашей команде вот поэтому мы вот завод эту историю ну и соответственно вот наша команда которая эта часть нашей команды которая это все делает вместе со мной которая развивает наш объект развивает туризм калужском регионе в общем-то готовы и она все день и ночь работать в общем там и вы их очень я их очень люблю очень ценю вот и невозможно жить лучше чем проваля жизнь в стремлении стать совершение и невозможно развивать себя не развивая регион которым работает твой бизнес вот с этим с этим с этими тезисами мы живем развиваемся работаем и идем независимо не от чего а также хотел бы сказать что мы проводим и различные гастрономические вечера различных кухонь различных народов мира и россии и это все с использованием продуктов которые выращены или производится в калужском регионе послы этих стран часто присутствует у нас на наших гастро ужинах это приглашаю 6 января к нам на китайский гастро ужин спасибо большое и я вижу ту реакцию которую я ожидала друзья я вам говорила что это один из лучших кейсов значит галина пишет ирина как вы продвигаете ваш опыт в области и в области и в стране это же замечательный опыт вы молодцы присоединяюсь я везде хожу выступаю везде готова всех консультировать все кто ко мне обращается я прям приезжаю рассказываю как это можно сделать бизнес школе сколько вот недавно выступал вместе с видом стар рассказывала перед мэрами городов как это можно сделать и что бояться этого не надо и нужно поддерживать вот такой вот бизнес как мы мы все сделаем сами мы сами откроем нкао мы сами заработаем гранты мы сами готовы заработать деньги и на эту вот высокую прибыль там сделать какую-то замечательную историю для региона да потому что мы знаем что это все все равно возвращается на объект именно деньгами ничем другим поэтому вот мы готовы это сделать я очень рада и благодарна нашему губернатору нашему министерству культуры и туризма за то что они нас поддерживают во всем готовы вместе с нами в любую идти историю и нас вот ну просто повезло наверное с регионом с управлением региона да поэтому мы об этом говорим что не надо бояться этого вот помогать бизнесу мы как туроператор работаем только по калужскому региону мы к сожалению не выезжаем за другие регионы но мы надеемся что в следующем году а имея вот эти вот опыт и проводя вот эти мероприятия между регионами межрегиональными мы можем своим туристам предлагать как раз путешествие между регионами и привозить их приглашать их в соседние регионы но это вот феврале я надеюсь что мы будем смоленске вот про нижний новгород пока вот там стадии переговоров идет вот вот это вот вот так вот это самое конечно занимается не только команда на моих сотрудников конечно же есть привлеченные специалисты когда мы делали международный фестиваль космической еды мы привлекали космонавтов у нас были эфиры с мкс у нас были все научные сотрудники которые занимаются и все научные предприятия не которые занимаются питанием исследованиям продуктов на земле и в космосе мы своим гостям далее и космонавтам попробовать ту еду которую они едят космосе постоянно это что можно приготовить здесь на земле мы говорили о том что не нужно бояться нового сочетания вкусов и что нужно сделать так чтобы и космонавтов накормить вкусно там да и про новые разработки как это все идет то есть у нас очень большой был интерес молодежи вы даже представить не можете у нас более 13 тысяч человек и в основной массе это была молодежь который живо интересовал вот этой истории научной составляющей вот это конечно же я думаю что вот в следующем году в августе приглашаем вас на второй международный фестиваль космическая еда который у нас проходит у нас это происходит на территории музея космонавтики это федеральная территория федеральный музей мы совместно с ними делаем такой проект в общем там здорово и рин тут у нас все по поводу официально по поводу документами посмотрите у нас тоже были такие проблемы там еще восемнадцатом девятнадцатом году когда фермеры не могли там попасть в какие-то там истории да там например там игоис или там меркурий да я просто очень знаю как этим озаботился и агентство по развитию бизнеса и агентстве и министерство экономического развития очень много людям помогло у нас сейчас практически все фермеры работают правовом поле и у нас все прекрасно с документами со всеми с ними работаем единственная проблема конечно же она есть и остается это когда у фермера очень небольшое производство и конечно же не могут постоянно привозить и давать этот продукт а когда он набирает популярность то соответственно мы все меньше и меньше его получаем поэтому у нас несколько производителей сыра который нам поставляет когда мы можем из-за на одного фермера получить если это диверсификация такая поставщиков картофелеведение который у нас находится мы каждую осень заказываем сколько нам нужно картофеля именно для нас посадить каждую осень забираем у них этот картофель это называется госзаказ на данном случае корп заказ история когда мы первые этим начали обеспокоились этим начали заниматься вот поэтому вот ну готовы поделиться любой историей любыми лайфхаками которые вот мы точно делаем это мы точно это знаем тяжело и знаем как это пройти этот путь поэтому не просто но ну не знаю у нас все хорошо спасибо ирина большое на самом деле очень много тоже важных вопросов подняла вот смотрите я думаю что вы услышали ответы на как раз таки вот ту составляющую поддержку местных малых и средних предпринимателей да в том числе и фермерских чем это важный вас пил аспект устойчивости вы создаете такую устойчивую цепочку поставок и поддерживаете свои же окружающие малые средние предприятия которые вам обеспечивают поток с малым включением логистики да потому что это все по территории да при этом вы оставляете деньги в регионе вам за это благодарен регион потому что деньги сохраняются здесь они повышают платежеспособность местного населения они повышают качество жизни населения ну и соответственно это вам позволяет знакомить ваших туристов с местным производством с местным качественным продуктом и так далее и так далее и так далее то есть устойчивость здесь как раз таки знаете как вот а если помните когда мы в детстве когда маленькие были нас ну я думаю что все любили в речках прыгать и вот так вот нас держали да там вот так вот цепляясь руку за руку и это было самое надежное крепление независимо от того кто-то мальчик девочка любого веса да то есть когда мы дай подаем друг другу руки и становимся в такую цепь это действительно становится устойчивой цепочек цепочкой поставок и соответственно обеспечивает устойчивое развитие региона ирина спасибо большое благодарю за поддержку желаю здоровья и конечно же остаемся не очень надо да 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 желаю здоровья я думаю что все наши слушатели нас здесь больше 50 человек желаем тебе здоровья и процветания развития надеюсь увидимся вот многие просили контакты все они были на экране друзья мои да презентации звоните пишите всегда рада рассказать помочь не знаю все что угодно работа конечно оставайтесь с нами на связи присоединяйтесь к нашему комитету потому что это звучит только так комитет развиваться увидеть какие-то ну то есть столько историй есть по россии у нас из других от других членов комитета которые расскажут не бой не менее интересные возможности которые есть у любого любой компании конечно и вообще очень рекомендую всем ездить друг другу в гости смотреть и перенимать опыт наращивать вот эту насмотренность да и приезжать к ирине в колуга приезжать к любе в тюмень оксане в азов к льву краснодарский край на красный полян и так далее и так далее надо ездить друг другу в гости знакомиться перенимать опыт ирина спасибо большое и мы как раз идем дальше к теме опыта начиная с обучения я приглашаю в эфир татьяну рассохину доктора экономических наук про ректора российской международной академии туризма безусловно здравствуйте татьяна здравствуйте уважаемые друзья уважаемые коллеги с председателем комитета нашего по развитию устойчивого туризма российского союза тур индустрии татьяна курирует именно образовательные программы наши образовательные курсы потому что все что вы сегодня слышали это та маленькая толика которую мы поддаем на на наших курсах безусловно этому всему надо учиться и во время обучения можно апробировать и свои подходы и рассмотреть свой какой-то запрос и составить свою стратегию и концепцию и вот думаю что об образовательных программах и не только и о рейтинге нашего исследования сейчас нам расскажет татьяна васильна вам слово спасибо большое вида добрый день уважаемые коллеги уважаемые друзья очень рады что тема вызывает столько интереса и как всегда в очередной раз удивлена что но мы так долго и давно и говорим и пишем про это и все равно но в общем то еще остаются вопросы и есть скажем так люди не охвачены этим процессом поэтому вот вида рассказала про деятельность нашего комитета мы за последние вот эти три года охват ну там уже больше двух тысяч человек которые поучаствовали в наших мероприятиях у нас только удостоверение повышение квалификации от разных вузов от разных образовательных структур выдано там в районе 400 даже не людей о компании до больше двух тысяч компаний которые прошли обучение давайте я включу свою сейчас презентацию до что было ой так почему то она не да и я хочу поговорить об актуальности этого вопроса дело в том что вот лично я об этом начала не просто говорить до писать в двенадцатом году у меня первые публикации 2012 года по этому вопросу потом было много исследований монографии у нас в учебниках четырнадцатого года и по основам туризма вот мое первое издание менеджмент туристской дестинации там же везде есть эти разделы затем мы проводили много исследований и научное сообщество образовательное сообщество достаточно давно занимается всей этой проблематикой и здесь мы идем абсолютно в ногу с мировым сообществом и надо сказать что все эти процессы которые происходят они идут давно они предсказуемы и до недавнего времени ну как-то так до двадцатого года наше государство формально меньше обращала на это внимание да но с двадцатого года начался очень сильный очень сильное движение а в сторону устойчивости в сторону развития вот здесь вот сейчас на слайде висит вероятность сценарий развития мира да вообще цивилизации и это эти сценарии сделаны в восемнадцатом девятнадцатом году проводилась эта большая работа это сколкова это высшая школа экономики и вот сейчас мы находимся с вами где-то примерно вот в этом ну да был были предсказаны что будут проблемы но мы с вами все прекрасно знаем есть теории экономических циклов и теории про цикличность да любом случае за кризисами всегда идет подъем всегда идет развитие до внутри этого кризиса находиться сложно но нужно думать о будущем то дальше в этом будущем да кто лучше понимает это будущее у кого есть стратегические планы на 10-15 лет тот и выигрывает хотя сейчас можно часто встретить такое мнение ой какие планы вообще вот мы дай бог что вот на там три года и то вообще не понимаем что дальше будет а не нужно так жить нужно жить в будущем я имею ввиду с точки зрения бизнеса там уж человеческая жизнь это отдельная история а с точки зрения бизнеса и с точки зрения особенно регионы там вообще горизонт планирования должен быть 15-20 лет минимум причем четкого планирования с программами и так далее по поводу того сколько много внимания уделяется начиная с девятнадцатого года вот тут у нас были вопросы да а как государство как регионы поддерживают вот начиная с девятнадцатого года вышло очень много государственных документов постановление правительства изменений в законы новых законы которые поддерживают вопросы зеленой экономики которые поддерживают вопросы зеленых инвестиций а вопросы социального равенства опять же наши национальные проекты российской федерации они тоже в полной мере ну в общем этому 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 соответствует у нас сформирован национальный cg альянс то есть когда нас ну скажем так несколько вычеркнули из некоторых процессов мировых как без многих процессов скажем так европейско-американское сообщество нас вычеркнула а вот ну в общем то ничего страшного вычеркнули вычеркнули все наши компании крупные которые до этого занимались ccg для ну они думали что они это делают для начинали они это делают для того чтобы выводить свои ipo на международные биржи там было такое требование несколько лет этим позанимавшись ну как бы по требованию они поняли что это действительно помогает им делать бизнес помогает им получать доходность помогает им удерживать персонал проблема удержания персонала сейчас одна из важнейших для бизнеса помогает им быть встроенными в государственную систему а в случае институциональной экономики очень важная история поэтому все вот эти крупные компании которые сейчас видите на слайде они все поддерживают проекты именно связанные с устойчивым развитием у кого-то из них есть фонды у кого-то из них есть грантовые фонды все они очень серьезно поддерживают бизнес на территории своего развития вот даже тюменская область там у них очень активно сибур работает в карелии северсталь работает в вологодской области ну то есть вот есть регионы присутствует и крупнейших компаний и там это все серьезно поддерживается плюс государственной поддержки плюс государственной поддержки и вот этот рост объемов инвестирования он дальше будет только расти причем это тенденции и российские теперь и общем мировые причем я сейчас говорю и именно о странах брикс я сейчас говорю о том что принято называть глобальным югом когда ну вот наши крупные предприятия выяснили что ладно европейцы с нами не очень хотят работать они с нас не требуют эти сертификацию устойчивого развития окей мы пойдем на азиатские рынки и выяснилось что азиатские рынки в этом плане предъявляют не меньшее требование в китае сформирована очень серьезная система ну подобное вот устойчивого развития там тоже очень серьезные требования по сертификации первые с этим столкнулись наши аграрии и в общем то выход на китайские рынки аграрных продуктов в общем там имел определенные скажем так вопросы и им срочно пришлось выстраивать некоторые системы даже плюс к тем которые у них были под европейские требования таким образом наши все крупные компании в общем порадовали что у них это уже есть что у них это работает и все развивают все увеличивают у себя если департаменты все увеличивают у себя эти функции и буквально в последние вот ну за последние полгода выше рекомендации банка россии сейчас для все крупные компания с государственным участием те что для всех компаний с государственным участием обязательна становится нефинансовой отчетность раньше она была только по желанию сейчас для государственных обязательно ну или старшему частям для коммерческих но остается скажем так пожелания но это такой желание которое мы Лучше присоединиться. Это та самая нефинансовая отчетность, в которой они должны отчитываться, что они сделали для экологии, что они сделали для социума, что они сделали для региона, как они выстроили отношения со стыкполдерами. И вот тут мы, туристское сообщество, для них помощь, потому что, включаясь в наши проекты, беря наши продукты, я сейчас говорю и о туроператорской деятельности, и о гостиничных предприятиях, ну вообще весь спектр туристской индустрии, включаясь в это во все, они сразу в своих отчетах могут записать, что участвовали, поддержали. Вот все вот эти проекты, которые проводит Ирина, они, безусловно, устойчивые, они, безусловно, вот любой там спонсор, который участвует в ее проектах, он себе в отчетах, нефинансовой отчетности, скажем так, в заслуги пишет, что вот он поддержал, участвовал, помогал развитию и так далее. То есть у них, конечно, есть собственное мероприятие, но когда мы им приносим готовые проекты, когда мы им приносим моменты, говорю, что вот видите, есть. Например, у требования по командировочному чек-листу, да, то есть требования к средствам размещения, с которыми заключаются договора при, скажем так, размещении своих сотрудников. Здесь тоже, если отель им предоставляет, что вот да, мы соответствуем принципу устойчивого развития, они тоже это пишут в свою политику, и они это пишут в себе. В крупных компаниях их специализированные департаменты это уже давно понимают, и они ищут такие продукты. И когда они их у вас видят, то они их с удовольствием берут. Но вот это вот я хочу пропустить. Динамика у нас положительная. Я думаю, что вот мы давно собираемся, наверное, сейчас в начале 2020 года проведем очередной такой мониторинг именно по узнаванию, знанию наших объектов. И дальше мы посмотрим, какая сейчас ситуация. Но я-то думала, ну все уже, все знают уже 100%, но пока все еще нет. И вот тоже это из нашего исследования, которое мы проводили в 2015 году, а затем повторили его в 2021 году, что мешает всестороннему внедрению принципов устойчивого развития. И если в 2015 году это было вот тут незнание, отсутствие политики, отсутствие продуктов и устойчивых услуг, ну в 2021 году уже есть эти продукты, уже это есть. Но что больше всего мешает? Ньюзкий уровень осведомленности эту индустрию, и с этим мы боремся. И отсутствие программы поощрения и ответственного поведения потребителей в туристской дестинации. При этом поощрение бизнеса уже, ну как бы да, уже его чувствует бизнес. Что касается потребителей, здесь в 2021 году ситуация еще мало изменилась, но сейчас уже 2023 год, все меняется очень быстро. И вот Вита уже упоминала проект «Экософия», который она инициировала, придумала и реализовала первый сезон в рамках платформы «Россия – страна возможностей». И Вита и сотрудники, и мы как эксперты этой платформы, видели своими глазами, не буду преувеличивать, сотни людей, а с присоединением в регионах тысячи людей, детей, взрослых людей, вовлеченных в эко-тематику. Но у них на платформе, там зарегистрировалось несколько тысяч человек, которые реально занимаются экологическими проектами. Этих людей в стране очень много. Особенно в поколении младше 30, вот эти все поколения, они… Что-то больше 93 тысячи. Сколько? 93. 93 тысячи людей, зарегистрировавшихся на платформе «Экософия». Вы понимаете, что, ну как бы, чтобы зарегистрироваться, нужно хоть какое-то действие совершить. Значит, реально этих людей еще больше. То есть, и вот в этом, в молодом поколении, дети в школах сейчас тоже очень активно во все вовлечены. И у нас вырастает огромная армия потребителей, для которых это важно. И экология, и социальная ответственность, и это все идет. Теперь вот то исследование, про которое говорила Вита. В 2021 году мы проводили мониторинг системы управления устойчивым развитию туризма в регионах Российской Федерации. Ну, конечно, с исполнителями, вот было письмо от Ростуризма, с исполнительской дисциплины у нас в стране, конечно, ну так себе в туризме. Надо сказать, что полностью все отчитались только регионы Центрального федерального округа. В других регионах, ну, там, в других субъектах этих, федеральных округах там по-разному было. Самый неактивный Кавказ, Северокавказский федеральный округ и Уральский тоже как-то так выпал несколько. Вот, а все остались, у нас были результаты 63 регионов. Мы провели это рейтингование, сделали очень много выводов, дали им рекомендации. Сейчас вы на слайде видите, скажем так, победителей. Вот у нас там в чате был вопрос, а как регионы вообще на это реагируют? Вот те регионы, которые вы видите здесь, еще в 21-м году реализовывали эту повестку. Москва, буквально, ну, это состоялось решение, ну, скажем, 24 февраля нас начали отсюда, это все, 22-го года отовсюду вычеркивать, а вот буквально на границе января-февраля 22-го года город Москва выиграла в конкурсе, международном конкурсе городов, ну, вот, с точки зрения устойчивости, внедрения, там, экологичных технологий, электрического транспорта и так далее, и так далее, Москва стала победителем. То есть Москва была призна самым устойчивым городом мира. Ну, правда, приз ей не дали. Вот, но решение есть, что важно. А уж там дали эту статуеточку, не дали, ну, это уж дело десятое. Вот, и Москва продолжает эту политику, очень активно занимаются. Другие регионы тоже очень активно в это вовлечены. Причем именно здесь идет речь о туризме, не только об экономике, не только об экологии. Сейчас, вот, опять же, это 21-й год, сейчас, в 23-м году ситуация еще улучшится. Я думаю, вот, сейчас мы будем запускать это исследование снова в начале 24-го года. Нас поддерживает Министерство экономического развития. И здесь конкуренция будет выше, и баллы, я думаю, будут выше, потому что за эти два года уже многие регионы много сделали. И сейчас многие регионы пересматривают, вот, как раз 22-й, 23-й год, многие регионы пересмотрели свои стратегии социально-экономического развития и появились стратегии, в которых уже сразу в названии стратегии стоит устойчивое развитие. В частности, одним из таких, ну, скажем так, пилотных проектов, будем это так называть, республика Горный Алтай, в которой вся стратегия социально-экономического развития базируется на именно устойчивости. И губернатор очень активно это поддерживает и очень, скажем так, осмысленно об этом говорит. И у них вся система муниципального управления, внутрирегионального управления на этом строится. Они еще немножко в начале этого пути, и сейчас вот мы в том числе активно работаем над тем, чтобы им помочь в этом направлении. Я тут вижу вопрос, можно ли в открытом источнике ознакомиться. Да, у нас были публикации по результатам этого, были выступления на международных конференциях. Ну, полный отчет монографии, такого монографического характера мы не сделали, но по публикациям. Вообще, вот то, о чем мы говорили, да, и с Витой говорили, у нас есть, у нас это все опубликовано. Вы можете в, ну, если здесь, я вижу, есть научные сотрудники, там студенты, магистранты, аспиранты, в лайбрере, ну, отталкивайтесь от моей фамилии, наберите в поисковике меня, Рассохина Татьяна Васильевна, и вы выйдете на там статьи публикации мои, в том числе в соавторстве, и с Витой САР, и с Ириной Мельниковой. В частности, вот у нас с Ириной Мельниковой совместная статья, там все их финансовые показатели, весь их опыт, ну, скажем так, уже научно обобщенно, это можно ссылаться. С Витой САР у нас совместные публикации как раз по исследованию зеленых отелей, экологичных отелей, и как раз по вот этому мониторингу тоже у нас есть публикации. Я думаю, что по итогам следующего исследования мы как раз сравнительно в динамике дадим публикацию. Конечно, мы для этого и делаем. Мы для этого и делаем. Вот, Галина спрашивает, проверяйте наличие таких программ по устойчивому туризму в основании правительств регионов. Вот как раз в этом мониторинге там заложены вопросы, где регионы, это такое самообследование, самооценка, и они должны это как раз указывать. Есть у них, нет такие программы. Ну, в общем-то, скажем так, кроме того, мы же примерно представляем, где они есть, и если люди напишут то, чего у них реально нет, то, в общем-то, не будет. Причем, что важно, что здесь именно система управления, может быть, тут у них с точки зрения развития туризма еще и не сильно что-то здорово, ну, типа там Магаданская область, но, скажем так, вот в плане выстраивания процессов они это сделали. Что касается отелей, ну, вот это мировое сообщество уже для всех отелей вот это в мире. Вот эти минимальные стандарты экологичности и ответственности являются обязательными. И вот Ирина говорила, да, про то, что с удовольствием люди приедут, ну, когда Ирина говорила об устойчивых отелях. Галина, я видела, вы написали, что это уже давно надо сертифицировать, вы правы. Вот сейчас, ну, вот последний там месяц наш комитет как раз активно, ну, почему не говорим, потому что еще нет этого готового. Мы активно работаем над тем, что мы разрабатываем систему сертификации отелей. Она будет, скажем так, адаптирована под наши стандарты, под строительные стандарты, под нашу классификацию средств размещения. И, скажем так, мы надеемся, что она будет поддержана на эконом-развитии. И когда вот все уже у нас будет готово, система сложится, там, со всеми обсудится, тогда мы ее представим на, скажем так, обозрение общественности. И она будет предложена уже для внедрения. Но пока она не готова, мы по ней пока еще не говорим. Хотя вот на нашем семинаре мы об этом тоже будем говорить. Так, и по поводу моделей. Сейчас я перейду уже к нашим образовательным программам нашего комитета. Мы четко видим, да, и выделяются три основные модели, по которым бизнес может действовать. Вот сегодня вы увидели и Ирина, и Любовь. Они, ну, скажем так, развиваются по второй модели, когда есть серьезный коммерческий проект, серьезный бизнес, плюс к нему в рамках автономных некоммерческих организаций реализуются социальные проекты, получаются гранты, получаются дополнительные моменты. То есть это такой вот консолидированная система, это уже такой более высокий уровень развития бизнеса и движения. Но вот эту третью модель ведения коммерческой деятельности и внедрение тех механизмов, которые помогают экономить, которые помогают решать бизнес-задачи, но при этом являются устойчивыми, а это очень хорошо сочетается. Вот эту третью модель, ну, в общем-то, это сейчас должна быть модель для всех. Ну, и что касается первой модели, это вот эко-предприятие и социальный бизнес, но надо сказать, что социальное предпринимательство в нашей стране тоже активно развивается, очень хорошо поддерживается государством, ну, очень, я, наверное, утребую, хорошо поддерживается государством, и вот это вот развиваться в рамках вот тоже такого прям устойчивого, экологичного, социального бизнеса, это тоже сейчас тренд нашего времени. И теперь наша задача помочь нашему бизнесу, помочь нашим регионам это все реализовать. Мы уже говорили о многочисленных наших проектах, которые мы делаем совместно с разными стейкхолдерами, вот, и, ну, как один из таких наших постоянных проектов, это УТ-академия. И в рамках УТ-академии мы в очередной раз в январе, 19-21 января, будем проводить семинар. Вот сейчас по QR-коду, я вас прошу его отсканировать, вы перейдете на наш сайт, ну, то есть раздел нашего сайта на общем сайте Российского Союза Троиндустрии, и там вы увидите уже более подробную программу, дни, там, условия и так далее. Программа может немножко корректироваться, меняться, но основное там есть. То есть мы вот за эти два, это два дня серьезной онлайн-работы на платформах, и мы, причем мы работаем в немножко другой платформе, там, где участники могут говорить друг с другом, участвовать в общих дискуссиях, задавать в прямой вопросы. Мы обсуждаем, и наши эксперты минимум по полчаса, многие по часу рассказывают уже конкретно механизмы, дают адреса, пароль, явки, что называется, как они, с каким они региональным оператором договорились, как они реализовали тот или иной момент, какие документы для этого они оформили. Вот, то есть уже идут конкретные вещи, плюс мы выдаем участникам материалы, рабочие тетради, мы выдаем все презентации наших спикеров, и такой очень важный момент, что наши участники могут, даже не просто спикерам, а уже экспертам этого семинара, задать вопросы и обсудить свои конкретные кейсы, свои конкретные проблемы. То есть вот у меня есть отель такой-то, такой-то, вот он там-то, там-то, вот это, это, это мы решили, но посоветуйте, как лучше внедрить, там вот, ну, один из механизмов, о которых мы говорим. И здесь уже эксперты, которые это через это прошли, которые это внедрили, вот как Ирина тогда, когда еще никто этого не делал, причем по собственной инициативе, не в рамках какого-то сетевого международного, да, то есть они как раз уже подсказывают. Причем у нас очень широкое сообщество из очень разных регионов, и понятно, что есть региональная разница, но как раз вот тут очень важно, что говорят, а вот у нас так, а вот у нас здесь. Нет, это не бесплатное мероприятие, вот, но оно не очень дорогое. Бесплатно у нас иногда бывает, когда нас включают в свои программы, там, вузы под разные грантовые вещи, тогда да, пока мы на это, честно говоря, ну, как-то не заморочились мы грант получить, поэтому пока не бесплатно, то, что все эти платформы, сайты и так далее, в общем, стоят денег, но недорого. Вот. Это что касается нашего семинара. Основные вопросы, которые мы будем рассматривать, то есть это все-таки для бизнеса, это не для, ну, как бы, не для студентов-магистрантов и немножко не для науки. Это обсуждается на других мероприятиях, в частности, там, я, Вита, Ирина, мы, Любовь, мы участники, в общем, всего, чего, где есть, туристского, очень часто выступаем, и вот там как раз всех нас можно услышать, у нас бывают круглые столы, да, это бесплатно. Вот. А это уже такая, ну, индивидуализированная история, поэтому немножко платно. Так, теперь вот это вот то, что мы делаем для бизнес-сообщества, но я же все-таки проректор ВУЗа, поэтому я хочу поговорить о том, что делают ВУЗы, и вот это вот уже теперь для ученых и для студентов-магистрантов. В частности, ну, мы вот, Российская Международная Академия Туризма, достаточно давно, с 14-го года, мы в рамках своих магистрских, бакаларских программ обязательно включаем курсы, связанные с устойчивым развитием, причем, ну, изначально мы это сделали по требованию наших международных партнеров, когда мы настрифицировали наши учебные планы, вот там с университетской группой в отеле бакалавров, с университетом Бикока итальянским для магистров, у них у всех это было в планах, поэтому, ну, мы тоже себе это внедрили, разработали, сделали, то есть у нас это достаточно давно. Большинство вузов, ну, скажем так, продвинутых, это тоже у себя внедряют, но на уровне дисциплин, на уровне отдельных программ, это появляется, относительно недавно появилось, и именно в туризме, вот устойчивое развитие туризма, вот это наша программа, ну, в общем-то, одна из первых, управление устойчивым развитием предприятий туризма и индустрии гостеприимства, мы ее реализуем с прошлого года, то есть это уже такая детализированная программа для магистров, и здесь уже, ну, скажем так, подробно на уровне управления рассматриваются все эти механизмы, и, конечно же, практика, и проект, который люди защищают, он полностью базируется на этих принципах, но, естественно, экономику менеджмента, это экономика, то есть мы не мечтатели, мы рациональные люди, которые хотят жить в лучшем мире, и мы хотим, чтобы туристы тоже видели этот лучший мир и жили в лучшем мире, поэтому мы как раз все это выстраиваем, и я приглашаю, в частности, вот если у кого-то есть интересы и так далее, к сотрудничеству по этой программе, сейчас мы обсуждаем сетевые программы, в частности, у нас мы сейчас ведем, ну, такое уже на уровне, близко к подписанию соглашений и индустрификации планов с Алтайским университетом, государственным университетом, и мы консолидируем магистрские программы, вот, скажем так, будем, программы двойных дипломов делать и вскрученного обучения, и также мы готовы сотрудничать с другими региональными университетами, давайте обсуждать эту историю. Так, и опять же, ну, вот мы заговорили о публикациях, о науке и так далее, я как, скажем так, член Национальной Академии Туризма и научный руководитель аспирантуры и так далее, я приглашаю тех людей, у которых уже есть наработанный опыт, уже есть, скажем так, наработанные моменты, и вы хотите это обобщить, вы хотите это опубликовать, вы хотите это осмыслить уже на гораздо более высоком уровне, приглашаю аспирантуру, давайте разговаривать, подбирать научных руководителей и защищать диссертации на эту тему и увеличивать объем научных исследований, которые есть. Вот это слайд с теми, ну, вот некоторыми публикациями, таким самым крупными, которые у нас на это есть, но еще раз говорю, через the library это все легко очень находится, это все не проблема. Так, спасибо за внимание. Да, у нас и время уже, нас поджимает. Позвращаем презентацию. Татьяна, спасибо большое. Так, я пропустила вопросы. Нет, все мероприятия, все у нас отвечены. Нет, вот Галина спросила, если такой программы нет, то и, ну, вот про регион. Дело в том, что вот программы именно устойчивого развития туризма от региона до недавнего времени не требовали, а сейчас тем более не требуют, потому что Ростуризм закрылся и, в общем, непонятно, кто сейчас с ним что требует там. Вот, но внутри программных продуктов, ну, своих программных мероприятий, они реализуют эти вещи. Кроме того, здесь у нас не только про туризм, здесь у нас про поддержку предпринимателей, вот в этом мониторинге, про привлечение местных сообществ, про работу с местными сообществами. Это не всегда в программах туризма. Большой блок по экологии, и он, как правило, тоже не в программах туризма, а в программах именно, ну, условно говоря, Минприроды. Скочевый туризм – это межведомственная такая история. Хотелось бы, чтобы они были сопряжены. И в этом проблема, что они пока не очень сопряжены, и что, например, Комитет по туризму, в общем, плохо представляет, что там делает Минприроды. И вот это как раз та проблема, которую мы решаем. Но даже задавая им такие вопросы, и потом они обращаются к своим там Минприроды или там Минтранспорта, да, а что у нас там делается, с удивлением узнают, что, оказывается, делается. И уже у них начинает, даже у тех самих сотрудников, которые заполняют этот мониторинг, начинает работать в эту сторону мысли. Потому что мысль надо подталкивать. Да, туризм – это такая межведомственная индустрия или отрасль. Поэтому очень важно создавать как раз такие межминистерские коллаборации, проектные офисы, да, которые во многих регионах на самом деле есть. И если вы обратитесь в регионы-лидеры, в регионы-лидеры, которые развивают территории своих регионов через туризм, вы увидите, что в эти проектные офисы входят и представители Минприроды, Минтранса, Минстроя, Минцифры и так далее, и так далее. Потому что это действительно коллаборация. Спасибо, Татьяна, огромное. И действительно, друзья мои, этому надо учиться, и учиться теорию знать нужно, но и практику перенимать у лучших представителей и работать с представителями, вот с нашими экспертами, можно над своими проектами. Ну, и чиновники мы тоже учим. Галина, да, вы абсолютно правы. И давайте, пока здесь есть разные регионы, у нас есть отдельная программа для региональных органов власти, вот, в частности, вот Вита с Ириной Эвсколковой уже участвовали, но мы готовы работать с региональными командами. То есть у нас есть такой опыт, что мы приезжаем и учим на местах региональные команды, причем муниципалитеты, что важно. Вот то, о чем как раз говорила Оксана, потому что начинается отсюда. И бизнес именно здесь либо поддерживается, либо не поддерживается, и, ну, бизнесом надо разговаривать и так далее. Это очень важное направление нашей деятельности. Вы абсолютно правы. Сейчас вот программа, в которой мы участвуем, про которую сейчас Татьяна говорила, это программа, разработанная в ЭБРФ, проводится совместно со Сколково, называется «Гостеприимные города», и там делается большой акцент на устойчивый туризм, и мы с нашими экспертами являемся там и спикерами, и как актерами, да, которые как раз-таки принимают проекты региональные и работаем с региональными командами. И за это тоже огромная благодарность в плане того, ну, вот, создателям этой программы, потому что на эту программу приезжают не просто руководители агентств по туризму, приезжают министры и замминистров, например, культуры, образования, туризма, если где-то есть министерство такое в регионе. То есть этим действительно сейчас серьезно озабочены, более того, вам скажу, что в отчетную систему губернаторов вошел туризм, и входят аспекты устойчивого развития. Поэтому это действительно тот вектор, который имеет наибольшую перспективу развития, и если вы сейчас его берете за основу и в основу своей деятельности закладываете принципы устойчивого развития, а если вы в туризме, то устойчивого туризма, то, безусловно, вы уже имеете некое преимущество перед теми, кто этого не делает. И вы уже имеете возможность выйти в диалог с РАИВами, с региональными органами власти и рассказать им, как вы им помогаете развивать территорию своей деятельностью. И поверьте, они это услышат и будут благодарны, и будут предлагать вам меры поддержки. И в наших образовательных программах всегда есть блок, который называется «Социальное предпринимательство», потому что это сейчас наиболее близкий вид предпринимательства, который поддерживает власти. И есть программа поддержки социального предпринимательства, и мы говорим об интегрированных моделях бизнеса, когда у вас есть коммерческое, там, и ПО, да, любой вид другой, и рядом оно, которое может как раз и гранты получать, и фандрайзить, и другие виды финансирования получать, и импакт инвестиций, и так далее, и так далее. То есть я вас прошу написать, было ли интересно сегодня с нами в эфире, какую интересную пользу вы получили, есть ли желание дальше в этом вопросе развиваться, какие вопросы остались, возможно, вы на них не получили ответы, мы с удовольствием их включим в нашу программу, в наш курс, который состоится в январе. Всех вас приглашаем на него. Ждем вашу обратную связь, и, наверное, уже будем завершать. Хочу поблагодарить всех своих коллег уже за долгие эти годы, ставшими друзьями. Большое вам спасибо, всегда спасибо за время и за опыт, и за то, что вы готовы делиться очень откровенно и своим опытом и профитом. Надеюсь, что в этом эфире мы приобрели новых друзей, новых коллег, которые присоединятся к нашему комитету и будут участвовать во всех наших движениях, во всех наших активностях. Все QR-коды вы видели в наших презентациях. Эфир записывается, и он будет размещен на Profit Travel. Спасибо большое платформе Profit Travel за то, что поднимает эту тему, и сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы расширить наше взаимодействие и сделать целую рубрику, посвященную практике устойчивого туризма. Потому что, как вы услышали, это действительно важно, и это эффективно, это работает, это доказано уже десятками, пока что, к сожалению, десятками, но надеюсь, что вскоре сотнями и тысячами практик в нашей стране. Спасибо большое за вашу обратную связь. Наши контакты все есть в презентациях. Также нас легко найти в всех социальных сетях. Вот как слышится, так и пишется. Татьяна Рассохина, Вита Саар, Ирина Мельникова, Любовь Матиевская, Оксана. Все, все, все есть в доступе и всегда очень живы и готовы будем общаться. Друзья, вам спасибо. Мы прощаемся. Андрей, спасибо вам большое за то, что технически, четко, верно нас поддерживали. Коллеги, всем счастливо. Спасибо большое. Давайте развивать тему устойчивости и сами будем здоровы и устойчивы. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok